Всем привет, с вами Ира Кураж, и опять же, как всегда уже это становится традицией, я сонный, время ночь, ну, сонный я как бы прошу у вас прощения, что могу немножко быть тормознутым и вообще, но мы продолжаем проходить инсомнию, что иронично, да, игра, которая называется Неспяние дословно, и вот я тут бдю. Ну, что ж, в прошлый раз мы с вами узнали, ну, можно сказать, завязку игры, и нам надо вернуться к Капитану Рибелев. Ну что, Кураж, как самочувствие? Кажется, ты обретаешь популярность в определенных кругах. О чем вы говорите? У меня не самые лучшие новости. Буквально полчаса назад в этом кабинете стоял человек в форме соперата. Это значит, что комитет заинтересовался тем, что произошло в зоне Д-96. А кто такие соператы? Оперативники особого отдела комитета. Они занимаются всем, что так или иначе связано с аномальной активностью. У-у-у, плохо. Что ему было нужно? Он выяснял подробности произошедшего в зоне Д-96, а затем попросил твою характеристику. Полагаю, Рэдден уже успел рассказать тебе, чем на самом деле мы здесь занимаемся. Считай это место частной базой под прикрытием. А, прикольно, то есть чуваки на самом деле, типа, ну, мы вот в деле во всем этом, то есть нас прикроют. Я ответственен за безопасность, а Рэдден заведует лабораторией. Скоро ты узнаешь, какие цели мы преследуем. Понимаю. Ты в растерянности от происходящего, у тебя нет причин нам доверять. Но советую не делать поспешных выводов. Я боюсь, что помочь тебе сейчас смогут только в гнезде стервятника. Помочь в чем? Выйти из зоны досягаемости комитета. Оказать тебе медицинскую помощь. Помочь разобраться в том, что с тобой происходит. Как видишь, забота у тебя предостаточно. Когда ты встретишься с нашим Куратором, он расскажет тебе о ситуации поподробнее. Куратор? Один из высших чинов дивизии Дархала, который отвечает за безопасность Урба. Она высказала желание... Ой, он высказал желание встретиться с тобой, как только ты оправишься. Место встречи — Площадь Славы. Это полузаброшенная резервация в пределах зоны F-42. Он будет ждать тебя справа от монумента авиатором и иерархии. Отправляйся туда прямо сейчас. Да уж, мне есть о чем подумать. Здесь я с тобой согласен. Но я надеюсь, что встреча с Куратором поможет навести в твоей голове порядок. Отдаем честь. Окей, ну и традиционно, раз уж мы отправляемся куда-то в дальний путь, давайте, наверное, как минимум возьмем с собой немножко хавки воды и... О, я выключил радио, кажется. Отлично. А, так... Да ты издеваешься. Так, а, кстати, у нас новое ружжёжа, нет? Блин, я выключил эту фигню. Я не выключил. Ну, давайте отойдем отсюда, потому что я хочу посмотреть, что у нас в инвентаре творится. У нас с вами есть винтовка Т-4 и семерка. Но Т-4 явно сильнее. Поэтому семерку мы смело продаем. А, страница из дневника, мы не читали. У, читать полезно, видите? Новый рабочий год начался с больших изменений. Закрыли два проекта, в которых я принимал участие, а у программы «Ветряная мельница» сменился Куратор. На место Т они поставили Б. Выходца из комитетских канцлеров, настоящего бюрократического виртуоза. Он сразу же не поладил с П, с Р, который предпочитает в своей работе более свободный подход. Р – это не капитан Рибус или как его. Б показал свою хватку уже на третий день. Новый сапират из его команды привел двух новых кандидатов после месяца пустых ведомостей. Девушку, совсем еще молодую, 14 лет и женщину 34 лет. По-боих, НК-уровень постоянно держится между 9 и 12. Девушка в полном сознании напугана и подавлена. Женщиной выдался утомительный вечер, требовала юридическую защиту и звонок. Посмотрим, что из этого можно сделать. Э, интересно. Так, рассчитано. А выбросить теперь это можно или нам это с собой носить? О, мы можем авто отсортировать. Э-эй! Это мы читали. И это мы тоже никуда не можем деть особо. Intel M. О, прикольно. Это как это усиливал. Так, мне бы хотелось вот это тогда разобрать. Блин. Вы серьезно? И винтовоньку вот эту, наверное, надо... Она починена, что ли, полностью? Ладно, и вот это мы разберем. Ладно. Допустим, у нас все починено. Так, окей. А вес у нас, конечно, близкий к предельному, но это мы что-то с вами таскаем всякую фигню. Медикаменты. Итак, насчет еды и питья. Давайте на умение посмотрим. А, наверное, тот случай, когда лучшая защита от нападения. Прочность плюс 20%. Прочность, ребята, это прекрасно. Давайте вот так и сделаем. Так, борста. Кстати, это как бариста. Продадим гильзы. Железные пластины нам нужны. Фиг знает. Вот черт знает, что нужно. Целлюлоза. Простые детали нужны. Ржавые пластины. Давайте железо продадим нафиг. Из нескольких этапов. Патроны. Рассмотрим их последовательно. Угу. Кань, наверное, не нужна физраствор, да черт бы с ним. Ага. Да. Окей. Деньги весят гораздо меньше. Ай, я же хотел еды купить. Блин. Давайте воды купим. И хавки какой-то. О, шоколад. Хотя, армейский паёк поинтереснее выглядит. Вот. Ништяк. Итак, что у нас, кстати, под... Тему воды, да. Сразу захотели пить. Видите? Оп. Пум. Пум. В тему патронов. У нас здесь 7,92 миллиметра. Надо их сходить купить всё-таки. Иначе мы в какой-то момент будем стрелять. Голой жопой. Скажем прямо. Но зато у нас полное здоровье. Так. Мне нужно кое-что из снаряжения. И... Патрошки. О, штурмовая маска. Маски у нас, кстати, нет. Но стоит она конских денег. Блин. Ну... Винтовка Т4. А у нас, по-моему, такая есть. Ты где мои патроны 7,62? Обалдеть цены. Обалдеть, Вася. Что это? Каждый патрон на вес золота просто. А вот так. Вообще, конечно, очень странно, что мы, будучи воякой, вынуждены покупать себе патроны сами. Ну, такая немножко армян на самообеспечении. Не нравится мне эта система? Ой. Человек в плаще громко прокашливается. Его странная, скорее даже неприятная улыбка определенно предназначается вам. Эй, выглядишь неважно. Все в порядке. Сильный голос звучит довольно бесцеремонно. Тяжелый был день. Человек размеренно кивает головой. Чернь вылезла из своих нор. Ей уже не хватает привычного куска. Грядут перемены, не правда ли? То вы. Я... Я журналист. Меня зовут Деблин. Но я редко подписываю материалы своим именем. Боюсь, у меня нет времени на разговоры. Человек снова кивает и шуточным жестом отдает честь. Конечно, хорошая служба, солдат. Ха. А это кто? А. Это свои. Кстати, ну, тут у нас есть даже все-таки какая-то система оповещения и защиты, я надеюсь. И вот эти искры, которые никто никак не починит. Э, фу. Ньюж нельзя починить. Ну, пошли на глобальную карту. Программы генетической коррекции помогают новорожденным адаптироваться к условиям станции, а также, согласно официальной пропаганде, предупреждать сомню. согласно официальной пропаганде площадь славы ну пошли туда чё тем временем видите цифры потихоньку идут вверх ребята патчат игру как могут я полагаю что они после релиза игры в большем вообще смятении так нам нужна станция площадь славы наверно пирамида наиболее профессиональный наемный отряд в ближнем радиусе бойцы пирамиды имеют отличную подготовку и высококлассное снаряжение власти урба нередко пользуются услугами организации в ситуациях которых участие регулярной армии нежелательно ну такой немножко лицемерия поскольку слушать а мы с вами кажется нашли местную социальную какую-то социальное место и солдат у меня полно интересных вещей не хочешь взглянуть показывать что у тебя есть блин наверняка здесь патроны стоят а это самодельные патроны урон меньше разброс заклинивание да ну нафиг хотя отмыченек мы купим отмыченки пригодятся если из талона найдется что угодно кто ты я кампо кампо барахольщик явно редко тут бываешь раз не знаешь меня моей лавке ты найдешь все что угодно пепельницы и вазы прошлых веков образцы народного промысла древние аппараты кстати насчет аппарат ты случайно не разбираешься в электронике ну скажем так у меня есть кое-какую отлично видишь от компьютер это очень редкая древняя машина и она требует основательного ремонта кто только за нее не брался даже гостер в конце концов признал поражение ладно я взгляну на него если будет время компьютер механика 2 отлично мы вовремя вложили наши навыки сейчас бы такие чпонь к механику и все было хорошо ой испугался что это другой игрок где-то берешь все эти вещи ты не представляешь какие сокровища можно найти среди мусора можно просто уметь видеть все под особым углом а вообще мне помогают археологи шайка безобидных бродяг старателей я даю им еду когда не приносит что-то ценное барахольщик достает из-за пазухи замысловатого украшенную медную трубку вот одна из моих любимых вещей офицерский мундштук для курения под дождем вряд ли тебе доведется попасть под дождь ближайшую сотню лет да ты прав но когда станция достигнет точки эвакуации мой правнук сможет достать из-за пазухи и применить по назначению заканчиваем этот разговор то здесь есть еще давайте тогда познакомиться с местной флоры и фауны рад видеть тебя в своей кузне солдат я кир тебя интересует харол холодное оружие как продвигается работа все идет своим чередом хотя положу руку на сердце все могло быть и лучше что-то случилось пожалуй что так дело вот чем раньше эти места принадлежали сынам морыха они позволяли нам вести торговлю и брали с нас небольшой процент но морыхи были вынуждены уйти из этой зоны когда началось противостояние с домом биокера мы не думали что здесь может стать настолько неспокойно недавно на рынок заявились трое мордоворот один из них спайклер сообщил что они предоставляют крупную группировку он предложил торговцам защиту и потребовал грабительский процент выглядел он не слишком впечатляюще думаю он просто врал все бы ничего но все вокруг безропотно согласились платить я сразу сказал этому спайклеру чтобы он проваливал кажется теперь мне придется держаться на стороже кто знает что этого подонка на уме я могу помочь тебе разобраться со спайклером решил сделать доброе дело что ж если ты поможешь от него избавиться эти как следует отблагодарю а где мне его искать кузнец машет рукой в сторону прохода в стене его шайка ошибается в технических тоннелях если пройдешь по этому коридору наверняка на них наткнешься мне пора идти так о тоннели что ж ну не думаю мы не торопимся по основном квесту то есть я боюсь что сделав его мы как раз таки эту локацию покинем внезапно по какой-нибудь вынужденной причине хотя а вдруг нет ладно я сохраню не знаешь что делать сохраняйся давайте прогуляемся тогда до конца рынка может быть просто еще о фанатик а просто фанатик я думал это имя такое гектор ополченец так 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 а глобальная карта там как нищий пацаненок ой почему у нас все так размыть размыть игра авто сохранилась я вот уже чувство что сейчас тут что-то будет тут тип проповедуют не люблю проповедников хотя мало кто их любит справедливости ради о гетер курит какую-то синюю фигню а как эти журнал глянем пробуждение площади справа и справа площадь славы справа от монумента авиатором но справа то понять и относительно он круглый мать его нет тоже не наши да блин об и и сутулистый молодой геттер приветствует вас сиплым голосом это наречи вам неизвестно кора рама х ищешь что-нибудь что ты имеешь ввиду хватит драка валять будто я не знаю что вам пробирочником здесь надо желе воск извести я все могу достать известь что еще за дрянь ни одна шлюха из жидкого неба не способна прожить и дня если не загасится для хороших дороги тебя ждут самые жаркие скачки в твоей жизни само собой с этим надо работать аккуратно если увлечешься ничего не сможешь делать без дозы а что такое воск если использовать знамеру он дает те вдохновение иначе ста отрывает голову вообще ничего не боишься если принять большую дозу уходишь в путешествие из которого может не вернуться не знаю каким богам ты молишься но знай ты можешь встретиться с любым расскажи о желе с этой штукой надо быть аккуратнее и его в основном берут те у кого голове болтовня и всякие там тени мерещится ну ты понимаешь сомни о если место себе не находишь желе станет твоим лучшим другом от него самый сладкий сон но взглянем что у тебя есть у него есть желе ой ну ладно заметно приятель то есть она снимает сомнию но чё-то чуть не нравится негативные эффекты вот монумент а может вот тот тип но здесь как все очень официально вы не находите ну давайте поговорим здравствуйте козет 012 народ наконец познакомиться лично человек с генеральскими знаками отличия на плаще останавливает вас аккуратным кивком головы его точно рассчитанная улыбка внушает невольную симпатию рядом с ним сидит собака довоенной породы таких вы видели только в книгах так вышло что я знаю вас намного больше чем вы обо мне позвольте исправить это недоразумение бригадный генерал дивизии дархала тела танабер служба безопасности урба в гнезде стервятник о вас много рассказывали что ж значит вы в некотором роде введены в курс дела позвольте в свою очередь пояснить почему эта встреча оказалась возможной рассказать о ситуации со своей стороны мне бы хотелось услышать обо всем во всех подробностях давайте не будем ничего пропускать потому что потом по сюжету начнем путаться меня немножко смущает вот что он очень похож на какого-нибудь ну арийского такого эсэсовца прям вот ну типа которые ставят опыт на людях мерят им череп и кого-нибудь сжигают обязательно думаю вам известно что дивизия дархала отвечает за внутреннюю безопасность урба инцидент в лимбе как следует встряхнулась штаб ордината я лично прибыл на место взрыва моя оперативная команда обследовала нижние пролеты лимба около часа картина была уж за ужасающий несколько этажей превратились в руины наши взрывотехники не смогли сходу высказать гипотезу это не было похоже на повреждения от взрывчатки или от детонации газа все мы сошлись на мнение что место происшествия выглядело довольно странно забегая вперед скажу мы обнаружили на нижнем этаже кое-что очень необычное возможно вы это скоро увидите вы не успели закончить работу на место прибыла следственная группа комитета мне протянули распоряжение совета личному составу ордината было приказано покинуть лимб на мои возражения мне ответили классической формулировкой дело выходит из сферы вашей компетенции несколько дней мы пребывали в полном неведении наконец отдел идеологии опубликовал официальное сообщение инцидент в лимбе это террористический акт которому причастна одна из радикальных группировок ближнего радиуса я так понимаю эта версия не показалась вам убедительный именно она совершенно не соответствовал тому что мы увидели на месте происшествия в день взрыва по своей инициативе завершив экспертизу мы отослали ее в комитет в ответ мы получили документ в котором было написано проведенная экспертиза признана недостоверной все остальные штабе ординаты старались не задавать лишних вопросов когда ставки высоки потерять место а то и свободу проще простого ситуация оказалась мне крайне неоднозначной но это было только начало о чем вы говорите генерал извлекает из-за пазухи трубку и прикуривает ее матово-черной зажигалкой вот вот это приятный момент когда они взяли и черт возьми вот это действие произошло именно тогда когда она описана в тексте они когда ты типа типишь что вы встречаете лысого толстого трансвестита а это вот такой вот чувак например мне доложили об аномалии на техническом уровне под урбом через неделю после взрыва в лимбе затем был еще один похожий инцидент в зоне b92 появление аномалии во всех случаях сопровождалось электромагнитными и гравитационными искажениями довольно сложно описать как это выглядит впрочем вы знаете это лучше меня аномалии уничтожали любого кто к ним приближался человеческая психика попросту не выдерживала шквального белого шума только после третьего случая генсекретарь малого совета собрал закрытое заседание он озвучил что на объекте 6 обнаружена активность неизвестного происхождения мы услышали то что ожидали услышать комитет уже разбирается с проблемой поэтому самодеятельность в этой ситуации недопустимо генсекретарь подчеркнул мы должны сохранять полную конфиденциальность чтобы не провоцировать панику несмотря на прямые вопросы тему взрыва в лимбе он обошел стороной из зал я вышел в абсолютной уверенности правительство старательно строить декорации вокруг инцидента в лимбе и спектакль посвящены лишь избранные сейчас моя цель сорвать маски с этих посвященных и найти объяснение происходящему именно поэтому я решил задействовать свою специальную команду которой я доверял специальную команду я имею ввиду личную агентскую сеть которую я заботливо формировал в течение многих лет мои агенты-одиночки не раз добывали мне информацию которая помогала предотвращать крупные преступления подключив своих людей я узнал что дело было передано в особый отдел комитета особый отдел мне уже приходилось о нем слышать это закрытая силовая структура которая оказывает поддержку шестой лаборатории сомнических исследований работа обоих ведомств носит строго конфиденциальный характер и курируется внутренним кругом совета сейчас мои люди тщательно изучают связь взрыва в лимбе и случившегося после этого аномалий излишне говорить насколько мне интересно выслушать человека который сумел выжить подобных условиях ну расскажем ему тем более у нас опций нет вот тут конечно бы хотелось чтобы мы могли какое-то недоверие ему проявить еще что-то но увы ладно ну то есть они недоволен но выбор всегда прекрасен следующие 20 минут генерал внимательно следит за вашим повествованием похоже что ваши слова действительно произвели на него впечатление вы чрезвычайно везучий человек козет 0012 а еще весьма отважный мы смогли бы оказать неоценимую поддержку моей группе откуда такая уверенность моих способностях вы выжили во время инцидента в лимбе который сопровождался куда более мощной псионной вспышкой у нас были все основания предполагать что обладаете иммунитетом к подобному воздействию вы доказали это когда столкнулись с аномалии а как вы меня вытащили из лимба лица генерала появляется сдержанная улыбка когда редан доложил мне о мирно посапывающим парни с зашкаливающим каин уровнем мы оценили ситуацию решили рискнуть рэдан подделывал отчеты с показателями регулярно делал вам инъекция мизона благодаря скорее всего альфа мизона благодаря этому мы сумели пройти сток сканирования не вызвать подозрений к этому времени я уже позаботился о том чтобы вы получили распределение в гнездо стервяхника оплот моей специальной группы но клёво хотя ну вслепую доверять мне не хочется никому но как-то знаете нас слишком сильно толкают а с другой стороны чувак вроде говорит правду и ну если альтернатива ему этот комитет то то что я слышал явно хуже а вы можете рассказать больше об особом отделе поверьте даже высшие чины в штабе обладают самой поверхностной информацией впрочем благодаря моим людям мне удалось накопать достаточно много сапираты особого отдела занимаются поиском так называемых бессонных людей с развитым сопротивлением к сомническому воздействию подвергаясь этому воздействию бессонные способны в то ли иной мере сохранять физическое ментальное здоровье по крайней мере какое-то время если такие люди попадают в руки с оператов то они отправляются на принудительное обследование затем они теряются в карантинном корпусе с диагнозом нгп а доктору реддону удавалось следить за работой особого отдела он отправлял мне данные по всем бессонным которые проходили через его руки сумния я уже абсолютно не понимаю что это такое согласно нашим наблюдениям сомния некоторые физическое явление а сама болезнь лишь побочный эффект от его воздействия сомнические аномалии не подчиняются привычным законам физики и нам еще предстоит изучить их свойства как я понимаю вы ждете от меня ответа решение за вами кураж а вот наш выбор есть кстати наше сотрудничество выгодно нам обоим возможно ваши способности помогут предотвратить катастрофу а мы в свою очередь сделаем все чтобы вылечить ваш недуг ну кажется у меня как всегда нет выбора что нужно делать иногда сомнения связанные с выбором лишь отнимают время я не слишком верил что мы сможем договориться но и рад вашему благоразумию а теперь перейдем к анкретике основная цель нашей группы вывести комитет на чистую воду и выяснить истинную причину взрыва в лимбе теперь когда мы договорились о сотрудничестве я могу сказать какой козырь припрятан у нас в рукаве несколько дней назад моему человеку в комитете удалось попасть в хранилище улик особого отдела и незаметно изъять необычный образец найденный на месте взрыва доктор реддон сейчас выясняет его происхождение вам стоит взглянуть на этот на это собственными глазами нам удалось выяснить лишь то что образец попал в урб со свалки в этом участвовала контрабандная сеть пытаться время внедрить человека в особый отдел пока слишком опасно поэтому придется зайти с другой стороны сейчас цель группы из гнезда стервятника найти того кто отправил посылку подробности вы узнаете у рибеля хорошо образец с места инцидента хранится лаборатории гнезда вы очень поможете нашему делу если примете участие в его исследовании сообщите реддону как будете к этому готовы вас понял разрешите идти разрешаю юниор отдаем честь а вот тут был бы прикольно если бы действительно отдали честь а что ж тут явно все ведет нас на вот этот вот мусорный базар а еще приятно что мы не можем достать оружие это значит что мы здесь должны быть в теории безопасности но теория конечно от практики зачастую отличается но все таки и все же атмосфера игры довольно таки гнетущей и довольно таки стремная вот что я вам скажу ну и прежде чем отправиться с туннелей я решил посмотреть на время а время подсказывает мне что пожалуй этим мы займемся в следующий раз когда я буду бодрый отдохнувший выспавшийся и мне будет не так стрёмно потому что темно блин еще эта музыка гнетущей и наверняка враги отовсюду будут выпрыгивать вот поэтому всем спасибо спасибо андрею фиолетову и максиму вова его за то что поддерживает наш канал ну и спасибо огромное всем вам я понимаю что мы не очень быстро проходим игру все-таки один эпизод в три дня это довольно таки медленно но спасибо что ждете этих эпизодов спасибо что смотрите я надеюсь увидеть вас еще через три дня все всем счастливо пока пока пока